всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня у нас с вами очередной расклад формате руки карты делать я его буду на одну позицию поэтому те кто любит одну позицию уэлка расклад у нас называется узнайте что вам не хватает прямо сейчас у меня две колоды значит тару небо и земля и вот здесь вот в сторонке тару сумасшедшего дома если вдруг понадобится немножко мне некомфортно когда я ставлю камеру все-таки все никак не могу приспоса приспособиться к тому как бы так поставить чтобы знаете и вам был хороший ракурс смотреть вот и мне удобно было работать потому что сейчас вот как-то так кармара стоит что она мне не очень удобно к чему я это говорю когда знаете испытываешь дискомфорт все никак не могу расслабиться чтобы сфокусироваться на том чтобы смотреть карты но все же давайте посмотрим как как получится как получится сейчас я пока с вами разговариваю здесь выкладываю картой вот потом я их аккуратно так поставлю чтобы вам в камере было видно так уберем это вот сначала мы будем смотреть вашу сигнификацию чем вам было понятно о вас ли говорим не вот а потом уже непосредственно отвечу на вопрос что вам не хватает интересные карты выпали вот сейчас моя задача поставить так чтобы все карты были видны поэтому дайте мне буквально пару секунд так посмотрю еще чтобы видно было и вам и мне найти этот комплекс перфекциониста иногда он хорош тем что классный результат получается а иногда это может кого-то раздражать ну ладно потерпите меня немножко так зато должно быть видно хорошо нет надо сдвинуть карт потому что противоположная карта четверки кубков вам не очень то видно так почему я делаю такой расклад не знаю последнее время мне просто интересно смотреть динамику такого расклада да надеюсь вот здесь вот все таки вам четверка кубков видно потому что если я дальше сдвинул ну хотя можно королева мечей так пауза но все же и так наверное этого будет достаточно чтобы картон видно было вот давайте приступим к анализу в принципе я надеюсь ничего здесь шатать не буду чтобы вся эта моя конструкция не рухнула и так в контексте нашего запроса да что нам не хватает сначала я сказала что я расскажу о вас вы у нас выпадаете вот в этой позиции королева мечей независимо от того мужчина вы или женщина но те кто разбирается в карта когда сразу было фигурные аркан который говорит нам о том что вы человек такой достаточно серьезный человек с опытом человек у которого были в жизни трудности сложности разочарование может быть связанные с вашими эмоциями да то есть это могут быть и личные какие-то отношения либо там где были задействованы эмоции ощущение того что человек который прожил определенные опыда в своей жизни у нас достаточно такой богатый и при этом сделал выводы вот и это повлияло сейчас на ваш характер человек достаточно серьезный не носит розовые очки понимает что он хочет как он хочет такой знаете состоявшиеся я бы сказала личность до плюсов очень много но минус в том что нету доверия у этого человека хотя фишка в том что если найдется правильный человек который сможет вас понять да и после определенного так скажем отбора либо проверок вы все же сможете довериться этому человеку но изначально вы тот человек который будет присматриваться приглядываться проверять может быть другого человека прежде чем к себе подпустят тот человек который опирается больше на свой разум но при этом королева мечей она всегда легка на подъем она готова к любым переменам она понимает что ей они необходимы на пути развития просто прежде чем принять какое-то решение она его очень хорошо взвесит но в принципе характеристика независимо от того разбирайте второй или нет королеве мечей вы знаете так теперь дальше мы продолжим вашу диагностику и пройдемся по всем сферам вашим и в процессе я вам буду говорить что что же вам не хватает на данный момент что касается вашего финансового положения да вот здесь у нас в этой позиции выпадает император карта императора здесь такая знаете устаканившаяся позиция человека достаточно серьезного да я могу сказать что у вас есть задатки предпринимательства что вы в принципе человек вот я просто смотрю по всему раскладу я не вижу чтобы были какие-то парные карты если мы говорим о партнерстве в профессиональной сфере вы человек который привык работать самостоятельно самостоятельно принимать какие-то решения человек хозяин своей жизни в плане финансов да он четко понимает куда на что он тратит что ему нужно что ему необходимо причем знаете если мы рассматриваем в контексте ценностей то для вас такой знаете устойчивый фундамент и какая-то конкретная определенная система ценностей присутствует да то есть вы можете что можете вы отдаете себе отчет почему например у вас в приоритете может быть например финансы по какой причине либо там как ценность например здоровье то есть вы четко понимаете что вы хотите такой знаете вот конкретный человек с устоявшейся личностью с внутренним стержнем и с одной стороны такому человеку легко потому что он понимает что он хочет он совершает какие-то конкретные действия и он получает то что ему необходимо а с другой стороны в коммуникации с такими людьми достаточно сложно почему потому что по ценностям если мы говорим про коммуникацию например император не идет на уступки ему нужно весомые такие аргументы для того чтобы его перебидеть потому что опять таки прошлый опыт знания личные какие-то взгляды соображения на жизнь они не дают императору принимать легко позицию его оппонента то есть его оппонент он должен быть ну как минимум на шаг выше либо на ступень выше его для того чтобы как-то прислушиваться да потому что если ты не являешься авторитетом у тебя нету права голоса здесь какие-то такие взгляды что касается опять таки если мы возвращаемся к финансам то здесь хозяин хозяин финансов он понимает что что нужно сделать как нужно делать такой знаете достаточно серьезный подход и с точки зрения именно хозяйственности да император вот вообще прекрасная позиция но с точки зрения опять таки если мы говорим некой такой духовного подхода к деньгам что деньги вот они приходят на какую-то живую энергию они приходят на какие-то такие знаете эмоции это энергия которая находится в движении то здесь я могу сказать по императору что этого движения нет потому что император он в своих суждениях достаточно консервативный и присутствует некая такая закостенелость и поэтому если мы говорим по императору здесь не будет развития в финансах нету росту есть вот такой знаете определенный фундаментальный какой-то достаток который на большее я как будто бы и не претендую не то что вот не хватает не хватает но здесь нету вообще в мыслях какие-то вот не то чтобы мысли а потолок такой знаете притязаний он конкретный на большее вот по крайней мере на данный момент мы всегда смотрим в разрезе здесь и сейчас да я не вижу чтобы по императору было какое-то расширение здесь не есть рамки есть некие границы есть определенная ответственность вот в этом вы очень хороши вот а сразу могу сказать что если отвечай да у нас же все таки мы рассматриваем расклад в контексте вопроса что нам не хватает на данный момент сразу могу сказать что вам финансов может здесь и не хватать потому что здесь нету некой такой потоковости есть стабильность есть какой-то стабильный доход то есть если вы например работаете на наемной работе да либо получаете условно говоря пенсию вот сколько есть столько есть если вы работаете на себя то здесь финансы и прибыль она будет вот такая знаете стабильная устаканившаяся нету и из какого-то одного например какого-то конкретного источника нету расширения нету движения вот с одной стороны еще раз скажу император он хорош да в своем серьезном подходе но с другой стороны он слишком такой вы знаете тяжелый здесь слишком тяжелая энергия касательно финансов то есть даже если вы и зарабатываете то деньги это ваши деньги а это деньги которые вы возможно получаете от от третьих лиц да у нас здесь выпадает рыцарь мечей тоже такая достаточно жесткая карта через цели полагания через то что вам надо поставить какую-то цель вам надо с кем-то договариваться вам нужно двигаться вот прям знаете в конкретном каком-то напряжении направлении вот слово да оговорка по фрейду то есть деньги к вам они приходят действительно с каким-то в каком-то напряге нет вот этой вот легкости нету радости на что вы можете поэтому здесь сразу скажу вам денег может не недоставать на хлеб на соль как говорится хватает а вот на что-то большее да на удовольствие четыре пять на удовольствие деньги хотелось бы больше да хотелось бы больше например вот на какую-то искусную еду может быть на какие-то удовольствия телесные там я не знаю на массаж на какую-то красоту может быть да на эстетику хотелось бы больше денег намного больше чем вы имеете на данный момент что вы думаете по поводу денег ну сейчас либо касательно ваших ценностей да выпадает умеренность здесь нету каких-то конкретных мыслей того что как вы можете развивать например там свой бизнес да откуда вы можете где вы можете найти дополнительные источники по умеренности такая знаете медленные процессы какие-то идут да и нельзя сказать что вот энергия прямо остановилась но все равно нету нету какого-то развития все спокойно вроде бы знаете вот еще и умеренность она говорит нам о том что меня удовлетворяет то есть еще одна карта подтверждающая то что вот меня как будто бы удовлетворяют те тот как сказать финансовый потолок да либо тот доход приход денег которые у меня есть сейчас да хотелось бы больше безусловно но вот то что есть меня в принципе устраивает почему и здесь знаете даже устраивает почему потому что возможно сейчас какой-то период да и что-то произошло по башне что-то произошло такое вот внезапное я не знаю может быть не на какое-то вот увольнение да к примеру либо резко снизились доходы в связи с ситуацией в мире да что-то неожиданное произошло и сейчас у вас такое вот ощущение по финансам что хотелось бы хотя бы удержать то что у меня есть сейчас да не не идти в убыток а вот хотя бы удержать то что у меня есть сейчас поэтому я и наверное не думаю о перспективы о каких-то развитиях на данный момент потому что что-то внезапно произошло и вы ушли погрузились сейчас по поводу финансов погрузились в отшельник когда человек которая размышляет поэтому умеренно сейчас у вас нету каких-то действий либо какого-то плана как вам нужно действовать да то есть акцент на то что хотя бы не утратить то что я имею вот и я по крайней мере вы не готовы принять какое-то решение вы не видите ситуации поэтому вот здесь вот у нас умеренности выходит да что пока пока вроде бы ну есть то что меня удовлетворяет поэтому финансов не хватает сразу скажу что касается коммуникации общения да здесь опять таки тоже внешний мир у нас выпадает отшельник да внешне вы кажетесь людям человеком таким знаете вот может быть мудрым да человеком который разбирается философии но по жизни знаете человек есть парные люди а есть одиночки вот вы как будто такая знаете зрелая достаточно душа которая идет по жизни вот в одиночестве не потому что вам не хочется этой пары может быть потому что вам так комфортно может быть потому что не можете найти человека который бы вас понимал потому что вот опять таки что по королеве мечей в ценностях я говорила по императору если вы посмотрите достаточно серьезные арканы выпадают особенно вот в этой вот правой части да это как раз вот внутренние да вот все что у нас находится отсюда и правее это вот ваше внутреннее да отсюда и левее это вот ваше внешнее то как ну вас могут считывать люди да вот внутренне посмотрите какие серьезные да внутри вы себя в такой достаточно серьезную личность поэтому ваши мысли и планы может быть коммуникация на данный момент у нас здесь выпадает уже зло да как нечто такое зарождающее зарождающее в плане веры что все будет хорошо да что вот есть какая-то надежда на 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 лучшее будущее есть какие-то ну появляются амбиции желания что-то сделать но это вот в принципе у нас идет только в потенциале и опять-таки внутри себя как вы ощущаете да вот уже зло что да мне необходимо но может быть вы так себя видите да что вы человек такой знаете достаточно еще импульсивные в коммуникации да что вот когда загораетесь на какой-то период может быть ненадолго вам хочется пообщаться а потом вот вроде бы вы снова закрываетесь вам комфортнее собой комфортнее быть по отшельнику так как вас видит социум так как вас видят например ваши друзья что касается сразу друзей да то есть я так перепрыгиваю в коммуникации например вам я не могу сказать что вам не хватает коммуникации почему ну то есть общение потому что ну а но вам как будто бы и не очень-то и нужно на данный период я всегда говорю в разрезе момента здесь и сейчас то есть вам в принципе и так неплохо в общении что касается друзей по отшельнику ну сами понимаете что отшельника та карта которая больше интровертная да либо если у вас есть друзья исходя из королевы мечей то это друзья которые вот похожие на вас такие же знаете отшельники какое-то время поговорили и расстались там на месяц потом снова встретили пообщались обменялись какой-то информации ушли либо уровень человека должен быть слишком высок высок в плане интеллекта сейчас секунду я собаку выпущу так поэтому недостаток ну так скажем единицы вот ваши друзья мне кажется один два ну три то слишком прям много сказала да может быть ваши книги ваши книги ваши друзья это ваши книги да оговорка по фрейду раз два три четыре пять хотелось хотелось бы чтобы вот ваши друзья знаете больше вас как-то зажигали что ли больше вас как-то поддерживали давали вам какие-то идеи да то есть вот вы выбираете друзей таких вот позитивных то есть если ты не позитивный человек да ты мне просто не подходишь если в тебе не кипит не бурлит кровь жизни да если ты ей не наслаждаешься ты мне тоже не не подходишь поэтому с друзьями я не вижу что у вас был какой-то вот прям не достаток на данный момент вам и так хорошо но если будет тут я вам писала какие друзья вам в принципе нужны были бы вообще сейчас период когда вас в принципе все устраивает и в доме вас тоже все устраивает вот и вот эта вот карта умеренность она у нас отвечает за с одной стороны за бессознательные наши сценарии которые вообще влияют на наш расклад нас данном случае запрос на том что вам не хватает прямо сейчас я могу сказать что по умеренности вас все в принципе удовлетворяет не важно хорошо у вас сейчас жизни или плохо вам комфортно вот вот в таком формате вам комфортно вы как будто бы знаете адаптировались под ситуацию либо наоборот ситуацию своей жизни вы адаптировали под себя но могу сказать что по цели до конечной цели того что вы хотели бы получить вы находитесь вот в двойке жезлов то есть такое знаете ощущение что я никуда не тороплюсь но при этом я размышляю о том опять-таки до размышления о том знаете такой более взрослый зрелый подход сейчас о том куда я хочу пойти да что я хочу получить но сейчас вот как будто бы если мы смотрим как цель вашего обсуждения обдумывание у нас выпадает четверка кубков говорящий о том что ну нету ресурса да сейчас сейчас как будто бы у вас такой период что нет знаете уйду залягу на дно вот и подожду подходящего момента то есть сейчас вот как будто бы действовать и вообще вообще никак не время что касается ваших эмоций до необходимы ли вам может быть недостаток любви как-то да сейчас эмоции внимание у нас выпадает здесь башня такая достаточно серьезная карта когда что-то произошло внезапно у вас вашем эмоциональном плане да либо возможно здесь у нас по пятому дому у нас проходят и дети да возможно что-то произошло с вашими детьми я не имею ввиду что-то плохое а вот здесь что-то внезапное что-то что повлияло на ваш эмоциональный на ваш эмоциональный фон на ваши желания может быть до наслаждение и удовольствие с чем с чем это связано ваша башня возможно вы либо желаете выйти из своего повешенного либо вы здесь знаете какое что я вижу что произошло причина вашей башни того что вы как будто бы созрели каким-то переменам и вот опять таки то что у нас выходило по императору такое чувство что возможно вы созрели уже каким-то более серьезным отношением да либо у вас появилось желание какого-то более серьезного подхода в эмоциональном плане готовы ли вы если у вас готовность например тратить деньги на удовольствие то готовность как таковая есть но сказать что вот прям это будет как-то связано знаете с яркостью жизни вот там например куда-то поехать что-то сделать то нет я не вижу что вы допустим хотели поехать но вот здесь вот что-то в личной жизни у вас произошло здесь чувство такое знаете может быть какой-то конфликт произошел с вашим человеком близким может быть это внутренний даже ваш конфликт когда вы поняли и осознали что нет я не хочу так развивать отношения либо так вот мой эмоциональный фон да он меня не удовлетворяет причем это какой-то внешний фактор произошел да который вот именно может быть знаете здесь пришло какое-то осознание у вас о том что достаточно много жертвов опять-таки если это на детей либо на отношения да все больше так не хочу хочу уже как-то иначе да здесь вот какой-то вот пересмотр и прямо очень важная тема в плане эмоции у вас здесь вышло и она у нас опять-таки указывает на на императора как цель здесь может быть человек знаете захотел получить какой-то статус статус подтверждения возможно от своего партнера либо если это например детско-родительские отношения то здесь у вас как будто бы проявилось знаете либо материнский либо отцовский какой-то инстинкт что вот я родитель я не друг твой а я родитель да и вот меня надо уважать то есть здесь проявилась вот какая-то такая знаете серьезность может быть да что-то надмято то есть я устал либо устала может быть платить там за детей ну а за обучение да то есть вот как-то сейчас именно когда вот некий такой кризис финансовый происходит да сейчас как-то вот вам стало это более заметно то есть здесь какие-то отношения либо с детьми либо еще раз скажу с вашими эмоциями удовольствием то как вы получаете здесь происходит однозначно какие-то изменения опять-таки если мы смотрим в контексте вопроса что вам не хватает прямо сейчас то эта сфера она из всех предыдущих что я сказала такая достаточно яркая наболевшая но она для вас я не могу сказать что она не в приоритете хотелось бы но как-то вы знаете вот мне все равно идет что вот она не на первом месте здесь нет вот каких-то ярких таких сфер что вот я прям акцент сделаю на это башня нам она указывает на внезапность на то что я не ожидала на то что здесь у нас еще в купе с повешено эмоции говорят о том что я просто пересматриваю всю эту ситуацию да в силу опять-таки в общем сложившейся ситуации то есть по всем сферам нельзя сказать что что-то вот вот в сфере отношений да либо с детьми у вас либо удовольствие наслаждение эмоций что-то произошло и вот вы значит стали работать над этой сферой нет здесь вот в совокупности все оно как будто бы вот вылезло на поверхность если мы говорим о профессиональной вашей сфере да о работе о вашем здоровье то слава богу что со здоровьем здесь все хорошо да король пендакли у нас говорит что в принципе по здоровью все хорошо единственный момент если мы говорим по здоровью срабатывает психосоматика в плане излишеств да вот король пендакли он всегда у нас говорит о об излишествах в еде может быть да излишеств в лени некая такая знаете неподвижность оседлый какой-то вот образ жизни да не хватает движения также вот если меня например смотрят мужчины я бы сказала знаете вот что проверить там простатит вот что-то такое в плане мужских половых органов да это если мужчина смотрит а если женщина то обратите внимание просто на свое питание может быть это излишне питаете вообще здесь желудочно-кишечный тракт может проходить но в плане того что вот вам просто не хватает движения да здесь я бы сказала надо изменить образ жизни стать более более активным здесь вообще вся энергетика такая знаете человека который сидит и человека который сидит в плане нет нету нету активности нету движения сейчас такие энергии знаете вот повешенный отшельник император высший суд умеренность знаете вот пассивная какая-то энергия да нету то продвижение и если мы вообще мы говорим о том как вы готовы действовать да что-то вот изменять своей жизни добиваться того что вам хватает ну не хватает сейчас то что я говорила вот это король педаклей он говорит о том что у меня не будет такой яркой активности но я готов выстраивать ну как то вот свою лучшую жизнь да более богатую более изобильную более качественную но на перспективу и медленно к ней идти да потому что все таки педакли это медленная масть по земле мы идем знаете так шаг за шагом не спеша устали остановились отдохнули если мы говорим вообще сейчас о партнера да а может быть о второй вашей половине то вот четверка кубков она у нас говорит о том что пока вот даже знаете развивать если если есть отношения то они какие-то стабильные они такие вялые текущие вот как есть так есть не что-то там менять да вот как говорится руки не доходит бывает такой вот руки не доходят хотя эмоциональный план он вот вы о нем думаете но поменять что-то пока не пень не меняете и партнер ваш может быть сейчас на на данном этапе да ну вот не готов может быть есть какие-то у него другие свои задачи заморочки и вот не до вас ему вот так вот так скажу дальше если мы говорим о духовном вашем каком-то развитии да об опыте может быть философских каких-то взглядов да то у нас выпадает аркан повешенного здесь да вот он как раз таки нам и говорит о том что повешено это вообще такая достаточно философский такой аркан один из двух арканов второго связаны непосредственно с инициацией да когда человек осознанно лишает себя во имя чего-то такого более большего но в данном случае с философской точки зрения когда мы познаем себя для того чтобы познать себя он как раз таки на древо жизни находится на левом столбе вот на столбе строгости и он находится под арканом колесницы и выше там у нас бина находится который у нас соответственно как раз-таки за понимание себя да за 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 отвечает на вопрос там сфера бина держит ответ на вопрос кто я для чего я вообще воплотился в этой жизни и вот если мы действительно с точки зрения духовности вздумываемся на такими глубокими глубокими вопросами не уверен что все это делают но все таки да то вот самый первый путь самый первый шаг на этом пути продвижения да это вот как раз таки решение себя да когда мы лишаем себя в чем-то ограничиваем для чего но мы понимаем для чего например люди совершающие некую такую аскезу например в сексуальном плане да они понимают для чего они это делают они перенаправляют свою энергию на более высокие энергетические уровни да для своего развития ну на более понятном земном плане например если я хочу пока похудеть я понимаю что я себя лишаю ограничиваю еде для того чтобы сбросить вес например профессиональная сфера я себя я открываю свой бизнес я лишаю себя каких-то вот первых финансовых поступлений да то что я получаю я буду вкладывать например в рекламу для того чтобы раскрутить свой проект то есть либо раскрутить свой бизнес то есть вот здесь ну не только с духовной точки зрения да но вообще то есть осознанное какое-то лишение это боль это трудность мы сейчас рассматриваем в контексте сферы духовного развития потому что девятый дом у нас всегда ответствен за за духовность так скажем да за философию там еще планета юпитер увеличение за какие-то более глубокие знания также это дом на соответственно за прошлый наш опыт за яркость ярко жизни да вот какие-то очень важные моменты в нашей жизни либо заграничные поездки здесь сразу могу сказать ну в принципе я не вижу что вы человек которому нравится прямо так вот путешествовать не короткие и не дальние поездки вот но все же если бы вам нравилось да например поездки за за границу я бы сказала что сейчас ну по отшельнику по повышенным но нету здесь поездок за границу да какие-то дальние поездки может быть если бы и были то поездки непосредственно знаете связаны например по монастыря либо поездки как-то вот по святым местам да что то что связано с духовностью такой вариант тоже может быть ну праздник пасхи у нас прошел я бы могла сказать что например кто-то там захотел поехать ну на святые земли да например в израиль но опять таки да то есть вот с какой-то такой целью здесь пересмотр здесь нету каких-то ярких важных моментов вашей жизни и почему вот аркан высшего суда на который находится в двенадцатом доме нам краски говорит про то что сейчас причина вот вашего такого допустим подвешенного состояния в сфере духовности развития она связана с тем как раз таки что идет завершение завершения больших таких циклов да когда мы подводим итог и анализируем даже не анализ а скорее всего принятия принятия нашего опыта то есть я прошел вот такой вот большой большой путь и во многих сферах да вот даже у нас здесь башня тоже на это указывала когда я пересматриваю свою эмоциональную например сферу да что меня там не удовлетворял например в личных моих отношениях чтобы я хотел поменять и вот то что вы будете менять вы меняете по сути свое мышление да то есть так как я свою модель поведения так как я вел себя раньше либо вела себя раньше сейчас я больше так вести себя не хочу в отношениях да я хочу себя например больше ценить я хочу уважать значит я меняю какое-то свое свое какое-то мышление на свою какую-то модель то во что я верила то в чем я была убеждена на но вот это и есть завершение да то есть вы сейчас двенадцатый дом и нам показывает какие у нас есть ограничения на данный момент что в контексте того что нам не хватает сейчас нету такого что вот вам что-то прям очень очень не хватало потому что сейчас урок по двенадцатому дому да по аркану высшего суда заключается в том что вы должны переродиться причем переродиться на более высокий уровень по спирали эволюции вашей да вы должны прийти на подняться на ступень выше здесь должно произойти очень глубокая берега уже жив 끝나 ты при этом копии и переоценка ценностей вот третий дом как раз да переоценка ценности у вас он в мыслях переоценка не в плане того что если например раньше я на первом месте там я не знаю была любовь а сейчас стало здоровье нет не в этом плане в плане а как раз таки своего отношения что значит для меня здоровье то есть если раньше здоровья была мы например в понимании отсутствия болезни то сейчас здоровье она может всплыть в контексте долголетие да и не просто долголетие что он дожить до 100 лет а именно в каком качестве чтобы не ходить с клюшкой либо там в коляске инвалидной нормально проживать качественно проживать свою жизнь понимаете да то есть более глубокое такое вот пару погружение перри осознание у нас идет вот перерождение вспоминания прошлого такой тоже может беда у нас здесь вот то что я говорил особенно в личной жизни да как я себя вообще вел вела взаимоотношения где я позволял позволяла с собой обращаться так или иначе где я совершал какие-то ошибки здесь очень глубокий по аркану суда очень глубокий глубокий такой анализ я бы сказала причем двенадцатый дом она у нас и говорит о ограничениях в консекте тюринг этих больниц вот домов престарелых то есть то что ограничивает если здесь по по здоровью мы говорим да то это перерождение здесь может быть если я правильно говорю да слово ремиссия да это когда человек выздоровый ну то есть болезнь отступает вот здесь такое тоже может быть да то есть здесь может быть у нас вот исцеление на каких-то вот хронических болезней вот либо болезнь как-то отступила такое тоже может быть либо вспоминания да все что связано по Аркану Суду у нас все, что связано с семьей. Также может быть возвраты, возвраты. Возврат может быть, например, вашего бывшего какого-то партнера, и вы это было для вас очень неожиданно, и вы, может быть, переоцениваете сейчас, да, смотрите, а нужно, а если я буду вступать заново в эти отношения, то на каких условиях? Сейчас я уже диктую условия. То есть здесь такое, знаете, глубокое понимание вообще своей жизни в целом, переосмысление ее, да, и для того, чтобы выйти на новый опыт, потому что суд, он всегда такой, знаете, это 20-й Аркан, два раза колесо фортуны, да, десятки. Такого большого очень цикла десятилетия, двадцатилетия, да, там, тридцатилетия, такие большие, и если сейчас вы, как будто, вы знаете, не примите верное решение, то у вас закрутится снова колесо фортуны ваших уроков и сценариев, и опять на большой огромный период вашей жизни здесь надо принять, и поэтому здесь может быть бессознательно, вы понимаете, что опять-таки, это внешнее, это внутреннее, да, внутри себя, вы понимаете, что нужно подумать, да, нужно, нужно что-то сделать по-другому, не так, как было ранее. Так, что еще здесь я не разобрала, ну, вообще, по раскладу, да, можно говорить достаточно долго. Анализ. Расклад. Двенадцать домов, он вообще, ну, прекрасный, и в динамике, и анализировать любую ситуацию, здесь можно, можно долго, очень бесконечно, вот, но все-таки давайте еще раз сделаю такое, подведу итог, я даже не знаю, сколько там по времени, ага, уже много, вот, сказать, что вам сейчас не хватает, да, я могу сказать, что здесь нету того, что вам сейчас на данный момент прям что-то такого не хватает, да, безусловно, финансы хотелось бы иметь больше. Что касается вашей работы, да, вот, профессиональной сферы, я начала говорить, король Пендакли, безусловно, такая финансовая карта, да, вы работаете, нельзя сказать, что здесь человек, например, находится без работы, работает, по крайней мере, карта здесь показывает о том, что вы работаете, может быть, здесь какая-то новая даже работа, может быть, какая-то новая идея на работе появилась, вы ее хотите реализовать, я вот все-таки больше склоняюсь к тому, что то, что вам сейчас не хватает еще раз, наверное, вот, ну, не могу я сказать, что это вам чего-то не хватает, честно, потому что сейчас акцент больше сделан на какой-то внутренний анализ, анализ ситуации, оценку внутри, да, что-то внутри вас сейчас меняется. Все-таки аркан умеренности говорит о каких-то процессах, которые происходят, но они происходят очень медленно, комфортном для вас режиме, вот так скажу. Давайте еще дополнительно по одной карте посмотрю, так, по сферам, да, хватает ли вам деньги, вот так, смотрите, я бы сказала, что вот на сферу финансов хватает ли вам деньги, я бы сказала так, что переживания есть, волнения есть по ту же кубков, но очень много здесь обязанностей, понимаете, если бы у вас не было ответственности за других людей, если бы у вас не было каких-то вот обязательств, вам бы все вот было бы окей, то есть вы сами по себе, да, вам вот так вот комфортно, столько, сколько вы получаете, но здесь просто есть, знаете, какая-то вот ответственность за кого-то вы несете, да, либо какие-то вот обязательства, его по этому поводу вы очень сильно переживаете, вам трудно, вам сложно, вот, и здесь есть такое вот это вот ощущение по четверке педакли, хорошо было бы удержать то, что у меня уже есть, поэтому по финансам, по финансам, да, вроде бы, ну, я вам сказала, что не хватает, если мы говорим, например, о личной жизни, да, то, что здесь не хватает, ну, смотрите, здесь опять-таки такое двоякое состояние у нас выпадает, видно, да, у нас выпадает ту спиндакли и луна, то есть что бы вы хотели, вот что здесь не хватает, прояснение, да, прояснение какой-то ситуации, возможность, возможность именно прояснить, что, что происходит, если вы находитесь в отношении, здесь ясности не хватает, если наоборот нету отношения, то вы хотели бы наоборот разобраться и понять, почему нету, да, то есть вот здесь какое-то непонимание по луне, с другой стороны, у меня чисто интуитивно есть такое ощущение, что я буду не против что-то изменить в своей личной жизни, если выпадет какой-то шанс, самостоятельно что-то делать я и не очень-то и хочу, вот здесь как-то так, ну, то есть выпадет шанс, я его возьму, не выпадет, но в принципе и так вроде бы неплохо, что, что за шанс, что за шанс, ну, вот выпадает верховная жрица, да, что за шанс, шанс опять-таки, знаете, все сбалансировать, все сбалансировать, чтобы, здесь такое чувство, чтобы вот было комфортно, здесь не про яркие какие-то эмоции, здесь про, здесь не про необходимость, я не вижу, чтобы здесь была какая-то вот необходимость в любви, прям, знаете, в понимании, нет, здесь вы знаете, главное, чтобы энергию меня это не выкачивало, ну, здесь какое-то такое ощущение, да, чтобы все как-то прояснилось, устаканилось и было вот так гармонично, хорошо, спокойно, здесь не про яркость жизни, есть вообще ощущение того, что вам эта яркость, ну, не время, бывают такие периоды, когда хочется, единственное, чтобы сказать, да, ставьте меня в покое, вообще ничего не хочу, может быть, я вас словила в такой момент, да, когда вот мы смотрим с вами расклад такой, какое-то такое время, может быть, вечер, да, может быть, наоборот, утро, может быть, я не знаю, как-то переживали, переволновались и сейчас оставьте меня в покое, я ничего не хочу. Что касается финансовой, финансо-профессиональной сферы, вот здесь, смотрите, опять-таки, тоже двойка, да, двойка про, двойка кубков нам говорит про гармонию, про союз, про баланс, вот хочется, знаете, наладить вот этот вот баланс между отдавать и принимать, то, что у нас здесь напряг, я могу предположить, что вы отдаете сейчас намного больше, нежели получаете, тратите намного больше, почему, потому что, ну, вот здесь десятка жезлов, да, как обязательства, как ноша какая-то, вот, трудно, поэтому финансы хотелось бы больше какого-то вот, какой-то гармонизации, вот видите, да, тройка мечей, есть какие-то факторы внешние, которые не дают развитию сейчас, да, нету, знаете, вот вы как будто бы и на работе не получаете удовольствие, да, вы ходите на нее, да, вы выполняете то, к чему привыкли, но удовольствия, наполненности нету, да, почему? Потому что вот есть переживания, да, по финансовому плану, это как-то вот влияет на вашу личную жизнь тоже, знаете, как-то, ну, не до любви, так скажем, да, ну, плюс ко всему еще и у партнера может быть тоже что-то там своей личной, если он есть как-то в своей жизни тоже что-то, ну, не акти, да, как-то не очень-то и хорошо сейчас у него может быть, да, я просто вот смотрю, он тоже еще сейчас какие-то моменты связаны с деньгами, да, у него свои цели, но он закрылся, да, вот, видимо, у вас такой партнер очень похожий на вас, он сейчас закрылся подшельнику, хорошо, если мы говорим про дальние какие-то поездки, про развитие, обучение, духовность, вот здесь, в принципе, ну, на это вы и так делаете оцену, да, по девятке педаклей, ну, здесь, в принципе, все и так хорошо, сказать, что здесь ничего, вы и так этим занимаетесь, да, деньги и доходы от других людей, да, здесь могут быть от клиентов, может быть, здесь нет, у вас есть цель, но как-то, знаете, ощущение того, что то, как вы зарабатывали раньше, оно уже не будет работать, уже не будет, да, уже не приносит вот какой-то той стабильности, которая была ранее от других людей, не получается, не получается у вас здесь реализовывать как-то свои желания. что еще, сказать, что вот вам прям не хватает как-то коммуникации, общения, да, хватает, вот она, императрица, да, то есть есть люди, которые вот вам подстать, и они вас понимают, да, вы с ними на одной волне, вы разделяете какие-то общие свои желания. нет, здесь наоборот уход, здесь, кстати, могут уходить, могут уходить люди из вашего прошлого, да, как-то вот меняться те, здесь, смотрите, подытожу, просто одним словом скажу, как мне видится в этом раскладе сейчас такой этап, когда идет, ну, обновление, зачистка, даже не обновление, а зачистка, да, зачистка, это то, как мы ходим, например, я не знаю, в баню, да, либо когда купаемся, да, смываем себя всю грязь для того, чтобы, ну, очиститься, да, то есть вот здесь какая-то такая зачистка происходит, хоть попадали у нас серьезные арканы, но они все равно как-то не про развитие, ну, не считая здесь, конечно же, башню, башня здесь мне показывает на внезапность того, что, ну, где-то может быть, как эти, воды, они, ну, начали цвести от того, что ей тухнуть как-то вот, запах не очень приятный, как в болоте, потому что нет какого-то развития, вот здесь хотя бы что-то должно было поменяться, по крайней мере, в мышлении, да, то есть вот если и есть какие-то перемены вы начинаете, то перемены начинаете сразу с эмоционального плана, потому что все остальное, оно какое-то такое, достаточно статичное, поэтому сейчас период скорее анализа, нежели каких-то действий либо планов, либо развития, вот, еще раз, что вам не хватает, я вам рассказала, но если одним словом, то в принципе вам все хватает, да, нас не устраивает эта ситуация, но можно с ней как-то жить, вот у меня какой-то такой вот общий девиз, да, и деньги можно поменять, и работу можно поменять, и все было бы хорошо, да, и отношения, да, тоже неплохо изменить, но я ничего делать не буду, вот здесь вот пока нету такого, что вот что-то я делаю, да, я буду думать, общая цель, двойка жезла, я буду думать, как принять правильно, верное решение, чтобы не ошибиться, вот, общее будет здесь что-то такое, вот такое у меня был сегодня расклад для тех, кто любит одну позицию, кто любит красивые карты, и кто любит анализ и глубокое погружение, так же, как и я, прощаюсь с вами, всего вам самого наилучшего, пока-пока.